Сейчас мы будем смотреть заготовки, готовы ли они уже к погружению в казан. Они достаточно такие вот мягкие. Временной тайминг говорит нам о том, что да, уже можно погружать. Я поставила разогреваться казан, потому что хлеб нужно именно пшенично-роганой выпекать под колпаком, то есть создавать пар. Духовку нужно на максимальную температуру, в идеале где-то 250 градусов, но у меня 240. Ну, как бы, вполне достаточно. Сейчас, для того, чтобы заготовку погрузить в казан, надо делать специальные надрезы, для того, чтобы тесто мягкий, равномерный был. Ну, надрезов тоже, как бы, есть масса, но я привыкла к обычную косичку и обычный стандартный надрез. Не скажу, что он мне получается идеально, но пока так. Ну, вот он такой маленький, страшный пока. Надеюсь, сейчас будет красивым. Духовка обычная, электрическая. У всех. Сейчас я накрыла тесто заготовку крышкой, ставлю на 15 минут. Накрывается для того, чтобы хлеб пропался хорошо изнутри и была курочка тонкая именно и хрустящая, а не твердая, желательная, как у меня было когда-то. По сути, вот этот хлеб, который будет сегодня, он начал печься, так сказать, еще вчера в районе 10 вечера. Потому что в 10 вечера я сделала пару на раз, два, три, четыре вида хлеба. То есть не скажу, что вот так, мне делать нечего было, я решила печь хлеб. Нет, но я просто такой человек деятельностный. Мне надо всегда чем-то заниматься, такой легкий напольем. У меня вообще все в шоке были. Особенно вот тетя, которая живет в Бресте, она... Ну, сейчас же по вайберу так отсылаю, она говорит, это печь уж хлеб. Ну, то есть она была в шоке. Мне сейчас очень приятно, что она тоже загорелась. Она дома там выводит закваску, но она не может себе как весы купить. Ну как, ну если я ложками буду мерять, нельзя, потому что это... Ну, очень важно весы. Там, потому что все по граммам надо вымереть, потому что будет брожение другое. Вот эта ржаная закваска, она, ну, видите, тут такие пузырьки. Это я вчера вот специально к вашему приходу немножко ее подкормила, раскормила для того, чтобы было видно, ну, вообще откуда, откуда вот оно все волшебство. Это просто мука и вода без ничего. Хочу до конца научиться считать вот этот пекарский процент, понять формулу хлеба, чтобы я управляла хлебом, а не хлебной. Недавно, буквально на прошлой неделе, я была в магазине, и почему-то вот за вот этот период, что это двух лет, я впервые прошла мимо полки с хлебом и почувствовала запах хлеба, ну, вот нашего, хлебозаводовского, который мне раньше так нравился. Ну, это же всем нравится, когда идешь. Понимаете, я начала, ну, как бы у меня возникло сознание, что он не такой. То есть он не такой, как я уже привыкла. Просто я уже сейчас привыкла к домашнему, потому что у него более емкий вкус, более такой, ну, как тут, это как раз, видите, какой-то пузырь. Так, это, ну, здесь еще он будет не запеченный, просто, как бы, здесь особо ничего видно не будет. А, ну, вот, видите, чуть-чуть разрез открылся. Это хорошо и красиво. В принципе, видите, тоненькая такая корочка. Так, сейчас я вам ставлю допекаться. Уже таким образом вот эта конвенция, та, которая внутри была, она раскрылась, воздух выпустился, и сейчас он уже будет выглядеть по-другому. Ну, здесь таймер, ну, я ставлю обычно на 15, но я всегда смотрю, смотря какой хлеб, какая громовка была заложена. Вот. Мы сейчас посмотрим уже по колеру. Тут уже внутри он пропекся под крышкой, а уже будет сверху сейчас только запекаться. Ну, работу я, наверное, люблю пока что еще больше, чем хлеб. Я вообще, наверное, такой счастливый человек, потому что я люблю свою работу, у меня всегда есть хобби, какое-то саморазвитие. Я учитель-директолог, я логопед. Ну, это был какой-то вот осознанный выбор. Я осознанно училась в университете, мои одногруппники говорили, мы не будем работать по специальности, или мы там будем только там олигофрены-педагогами, или там, я точно буду логопедом, сказала. Вот. В 5 лет я работала в помогательной школе, параллельно в 4-м саду немножко. Сейчас работа, основная моя работа, это гимназия города Гансович, еще работа совместителем в Центре коррекционно-назовающего обучения и реабилитации, учителем надобного обучения. Вот как личность я, мне кажется, состоялась. Потому что, ну, я так чувствую. Ну, в принципе, его можно доставать. Видите, вот как бы так он выглядит. Доставать нужно всегда на решетку, потому что хлеб считается готов, только я его сейчас буду некрасиво доставать. Ой, супер, смотрите, как раскрылся надрез. Это очень редко, кстати, у меня бывает, что он хорошо выбродил. Вот этот хлеб и вот этот, это один рецепт был. Я их просто делю для того, чтобы они были такими маленькими. Кстати, когда я своего деда угортила хлебом, он с 36-го года, ну, мой дед такой, да, это тот хлеб. Говорит, он вспомнил, он даже мне рецепт этой закваски рассказал. Ну, как, конечно, не по громовке, говорит, когда-то моя мама брала там вот столько вот этого вот. Ну, конечно, он же не знает, ну, как бы терминологией такой не владеет и ничем. Ну, брала там чуть-чуть чего-то, потом мешала, а потом был хлеб. Говорю, да, теперь то же самое. И, кстати, вот я уже хочу, чтобы сезон был. И вот моя мама вспоминает, что когда-то ее бабушка на дубовых листьях хлеб пекли. Кстати, с вот этими росточными корзинками есть льняные такие чехол, чехлы-чехольчики. Мне нравится вот, что узор есть. Так, посужаем. Да, боже, бабушка тоже была в шоке, что она сами хлеб печет. Ну что, Арина, вам сама не захотелось испечь дома хлеб? Захотелось. Для своей семьи, правда? Я хочу очень быстро, чтобы результат получился. Но, наверное, моя работа, моя основная работа, меня учит, что надо пройти определенные какие-то шаги, чтобы добиться результата. Потому что у нас все быстро не бывает, если даже брать постановку какого-то звука, все-таки это этапы. Слышите? Кстати, я вам его спакую. Не, почему вы в редакцию покушаете? Зачем вы отказываетесь? Я не понимаю. Так, ну что, будем смотреть, какой этот получился. Вот этот вот момент, когда вот открываешь, думаешь, как там этот наши разрезы, эти надрезы открыли. Я, кстати, говорила, почему это надо делать, чтобы мягче было равномерно. Ну, видите, он совсем уже другой. Может быть, немножко перестоял, потому что аж время ждет. Ну, вот этот лучше будет. Ну, покрасивее, ну, по вкусовым качествам. Вот это, знаете, этот минус, наверное, печь какое-то более-менее большое количество хлеба в домашней духовке, потому что, ну, заготовки штамминг любят. Они не должны сильно перестаивать. Когда я планировала сегодняшний запек, я все расписала, потому что на пару часть, потом на растойку тесто. Вообще, на тесто, сколько каждое тесто, разные рецепты, но стоит разное время. На растойку тоже разное время. Допустим, вот этот хлеб, его надо было печь под паром. То есть, я делала колпак такой, металлический, и пекла его под паром. Ну, 10 минут. Вот похоже, как мы сейчас, вот сейчас будем. А вот этому хлебу не нужен. То есть, это надо еще как-то подумать, что ты будешь печь, чтобы тебе в духовку, чем больше влезло тесто заготовок. Но этот, как бы, не так красиво выглядит. То есть, какой хлеб считают домашний, подгоревший, какой нет. То есть, поясняется, многие люди любят, когда хлеб, когда хлеб совсем даже не без спойлера какого-то. Некоторые любят, чтобы больше корочка была. Допустим, вот так. Ну, видите, самый первый при гостях самый удачный вышел. Нельзя кушать теплый хлеб, потому что там именно процессы хлебопечения даже продолжаются до тех пор, пока хлеб горячий. То есть, когда он остынет, действительно, но скроется как положено. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok